Битые бутылки, полиэтилен, бумага и другой мусор. Все эти следы человеческой жизнедеятельности растянулись отнюдь неизысканным шлейфом по всей территории форта. А это ни много ни мало – 5 гектаров. Есть те, кто мусорит, а есть те, кто убирает, констатирует факт студентка географического факультета Валерия Господарева, которая оказалась в составе трудового десанта по уборке фортификационного сооружения. Для первокурсницы это не первая экологическая акция. На прошлой неделе она принимала участие в «Неделе леса». Валерия считает, что облагораживание города и природных массивов – дело важное, поэтому субботники старается не пропускать. Не надо, чтобы кто-то оценивал тебя как человека, который решил где-то там себя выделить среди остальных. Нет, тут самое главное просто – ты сделал вклад, ты сделал так, чтобы те люди, которые насорили, они почувствовали вину. Сегодня четвертый форт Брестской крепости – излюбленная территория для прогулок местных аборигенов, которые любят отдыхать не совсем культурно. Судя по количеству мусора, собранного активистами, отдыхающие мало заботились об уборке. А ведь укрепление, которое ведет свою историю еще с конца 19 века, является объектом историко-культурной ценности. Объект выбран не случайно. Это четвертый форт Брестской крепости. Он строился в 1880-х годах. Его модернизация проходила в 1888 году. Здесь даже был император Николай I. На самом деле, достаточно интересный объект. Он, к сожалению, был уничтожен в 1915 году. Большая его часть остались только некоторые фрагменты того сооружения. Но, в принципе, мы сейчас получили архивные материалы, которые позволят представить, как этот форт выглядел на начальный момент строительства. Вместе со студентами вузов приводили в порядок историческое место учащиеся Брестского технического колледжа, 6-й гимназии, а также сотрудники фонда развития крепости. Традиционно участие в акции приняли спасатели. Присоединились к благому делу и военнослужащие 1008-й мобильной бригады. В итоге силами активистов территория сооружения была, наконец, убрана и облагорожена. На данных мероприятиях мы участвуем постоянно. Мы убираем и водоемы, мы убираем и, конечно же, Брестскую крепость, и парковые зоны. Учитывая, что есть такой фонд развития Брестской крепости, который клич дает нам МЧС, и мы всегда обязательно откликаемся на такую просьбу и участвуем в уборке нашего города, так как это наш дом. Кстати, есть вероятность того, что вскоре 4-й форт Брестской крепости станет полноценным городским парком. Проект по его созданию разрабатывают в стенах технического университета уже давно. По мнению специалистов, фишка будущей зоны отдыха в сочетании военной истории и современного благоустройства. Она в равной степени будет позиционироваться и как парк культуры и отдыха, и как небольшой мемориальный комплекс. Сегодня проект находится в стадии утверждения.